День октября Для владельцев водного транспорта и любителей рыбалки сообщаем, в пятницу малая вода ожидается в час 23 минуты и в 13.47. Полная вода будет утром в 7.15 и вечером в 19.26. По народному календарю 31 октября День Луки произносят заговорные слова от болезней. Астрологи говорят, завтра можно достичь больших успехов, если положиться на свою интуицию. Чем интереснее и оригинальнее ваши проекты, тем лучше. Полезно и приятно иметь дело с незаурядными людьми, завязывать знакомства, но будет мешать излишняя мечтательность. Середина недели обещает быть продуктивной при любых начинаниях, так что поменьше ленитесь, а я с вами прощаюсь. Больше улыбайтесь и одевайтесь по погоде. До свидания. Вы смотрите Вестник Северодвинска и мы продолжаем. Утро вторника для одного из северодвинцев началось с выселения из квартиры. Двухкомнатную квартиру арестовали судебные приставы за коммунальные долги. Теперь придется переехать в более скромное жилище. А его двухкомнатную квартиру присудили одинокой матери с ребенком-инвалидом. Есть кто дома? А в ответ тишина. За железной дверью в двухкомнатной квартире спрятался должник. Пришлось прибегнуть к критическим мерам – ломать. На помощь судебным приставам пришли спасатели. Вскрывали аккуратно, ведь железная дверь еще пригодится будущим жильцам. За долги мужчину выселяют в жилище поменьше. Я сказал, что у меня все подано, будет обжалование. Ваши действия в том числе. Вы согласны с таким решением? Я не согласен. Я же сказал, что до европейского суда будет все это обжаловаться. В дом 51 по улице Торцево судебные приставы пришли вершить закон. Разбирательства по этому делу длились практически полтора года. Теперь суд вынес свой вердикт – принудительно выселить. А на место мужчины-должника в эту жилплощадь въедет женщина с сыном-инвалидом, которые до этого дня ютились в однокомнатной квартире. Заскатель по данному исполнительному производству, который находится в той квартире, они как бы меняются. То есть мы одновременно сейчас заказываем грузчиков, получается, да. Он туда, а они туда одновременно. Ей нужно будет сразу же поменять замки, соответственно. Потому что такой человек, что может обратно питаться. Мужчину предупреждали неоднократно о том, что по решению суда он должен освободить квартиру. Даже был перенесен срок переезда. На этот раз приставы принудительно помогают переехать должнику. Даже сами готовы собрать и вывезти его вещи. Теперь играть на струнах судьбы мужчина будет уже в новой, хоть и меньшей квартире. Дмитрий Ефимов, Анастасия Рябченкова, Вестник, Северодвинска. В Северодвинске вновь активизировались телефонные мошенники. На этот раз пострадал 77-летний пенсионер. Злоумышленники действовали по стандартной схеме. Голос в телефонной трубке представился полицейским и предложил пожилому мужчине за 50 тысяч замять уголовное дело в отношении его внука. Такой вид мошенничества уже хорошо известен Северодвинским сыщикам. Преступления совершаются из других регионов страны. В частности, Новосибирская область. Лицами, находящимися в местах лишения свободы. Схем очень много. Любая схема всегда заканчивается каким-либо переводом, либо передачей денежных средств кому-либо. Из-за отдаленности мошенников преступления раскрывают с трудом, а жертвами, как правило, становятся пожилые люди. В полиции напоминают, прежде чем отдать свои деньги преступникам, лучше позвонить родственникам и выяснить, все ли с ними в порядке на самом деле. Накануне на острове Ягра мужчина 84-го года рождения напал на водителя такси. Нетрезвый пассажир представился военным и попросил подвезти. Машина отправилась в один из гаражных кооперативов. Там парень без причины несколько раз ударил водителя ножом. В ходе борьбы данный нож водителем автомашины был выбит, а сам нападавший гражданин скрылся на прилегающей территории ГМК «Волна». То есть на водные пространства, которые находятся рядом с гаражами. Значит, на место происшествия был направлен патруль патрульно-постовой службы, который заезжал нападавшего гражданина. Преступник не смог объяснить свои действия полицейским. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. По материалам проверки возбуждено уголовное дело. Для выступления артистам не хватило сцены, поэтому петь и танцевать пришлось в зрительном зале. Новый творческий сезон открыли в Ягринском ДК. Точного количества участников нового сезона не знает даже руководство НТЦ «Звездочка». Лишь по приблизительным оценкам в студиях занимается 1300 детей. На премьерах нового сезона побывала Анна Бибикова. Для этого выступления артистам не хватило сцены, поэтому дети заняли даже зал. В танце задействовано 100 человек. Сегодня у ребят премьера. Подготовка у певцов и танцоров проходила раздельно. Соединились только на финальной репетиции. Номер несложный. Все-таки были еще и танцы. Тоже надо подстраиваться им под нас. Мы должны подстраиваться к нему. В минувшие выходные коллективы НТЦ «Звездочка» открыли новый сезон под названием «Фейерверк творчества». Кстати, фейерверков в этом году организовали два. Один просто не смог вместить ни артистов, ни зрителей. Десятки новых песен и танцев ягринцы услышали и увидели впервые. С ранних лет уже занимаются не только основой, просто основы какие-то. Они уже занимаются, скажем, на сцену выходят. У нас детки выходили на том предыдущем празднике. Три, четыре года, два с половиной года. Понимаете, какие? Ну а сейчас мы хотим показать вот на этом празднике, что можно достичь, если в системе заниматься. На праздники выбрали и лучших артистов. Сейчас они все уже работают. Инженерами на заводе в МЧС кто-то преподает в Ягринском ДК. Все пришли сюда в далеком детстве. Звездочка вручила им благодарности и денежные премии. Вручается Мирошникову Артему Олеговичу. А все понравилось. Все, все понравилось. Особенно студия Арабес мне нравится. Многие танцы новые. Вот понравился танец. Ночка или ночь, все такое. Особенно, наверное, самые маленькие вот эти. А почему? Ну трогательно. Вообще, очень костюмы красивые. Очень яркое все. Это праздничное. Новые номера ягринских артистов зрители смогут увидеть еще много раз. А зимой ягринский ДК отметит свое 45-летие. Анна Бибикова, Андрей Синачин. Вестник Северодвинска. Вестник Северодвинска о спорте. Тактика, стратегия и сплоченность команды – залог успешного исхода игры. И это доказали победители. В спортзале «Фокстроитель» прошел девятый традиционный турнир по волейболу среди мужчин. В спортзале стадиона «Строитель» прошел девятый традиционный областной турнир по волейболу памяти Вячеслава Рубцова. На поле встретились восемь команд. Строитель-ветеран на площадке появляется каждый год, чтобы почтить память своего тренера. Также в рамках турнира спортсмены боролись за Кубок Надежды. Команды, проигравшие в первом отборочном туре, не вылетают совсем, а играют за так называемый Кубок Надежды. Основная идея турнира в начале сезона – для того, чтобы дать людям наиграться. Поэтому обидно было бы вылетать. Была такая задумка сделана, и она в принципе получается. Счастливый Кубок Надежды получила архангельская команда «Артика Сафу». А вот в полуфинала встретились две северодвинские и две архангельские команды. Первый состоялся между нашим строителем-ветераном и «Динамо-строителем». В начале партии молодежь прессинговала ветеранов, а разрыв в два очка сохранился до конца. 25-22 ведет «Динамо-строитель». Во второй – постоянные смены тактики и удары первым темпом приносят команде «Строитель-ветеран» преимущество в четыре очка. Но в конце партии вновь лидирует молодежь из «Динамо-строитель». Банальной сыгранности, потому что очень много ошибок от несогласованности действий. Хотя в принципе все давно друг друга знаем, но игрового опыта совместного давно нет. В общем-то основная проблема. Конец третьей партии ветеранам не оставил никаких шансов. В итоге в борьбе между мудростью и молодостью победила последняя. Сейчас команда мы играли с ветераном-строителя. Это игроки, которые раньше играли за «Строитель». Мы хотя и выиграли 3-0, но борьба была очень сильная. Нам просто так никто победы не отдавал. Ну, физически они немножко послабее уже, так как мы молодые. Но у них игровой опыт большой за плечами. В финал вышли команда «Северодвинска» «Динамо-строитель» и «Динамо» из Архангельска. В этой битве победили гости. Они и заняли первое место в турнире. А вот команда «Строитель-ветеран» стала третьей. Дмитрий Ефимов, Анастасия Рябченкова, Вестник, Северодвинска.